Всем привет! Меня зовут мистер Ченнинг и у меня есть мотоцикл мечта Harley Davidson Road King Classic 97 года. И кто меня постоянно смотрит, знают, что у меня летом возникли проблемы с датчиком положения коленчатого вала. Я сказал, что его закажу, он придет и мы сравним, посмотрим сопротивление, те параметры, которые можно измерить. Но на самом деле датчик положения коленчатого вала диагностируется достаточно просто, просто в плане замера сопротивления. Но для нормальной проверки, конечно, нужен осциллограф. Но поскольку осциллографа у меня нет, я просто проверил сопротивление и сопротивление старого датчика составило 0,67 Ом. Наверное, так будет правильно. Или мега Ом. Нет, наверное, Ом. И, значит, сопротивление нового датчика составило 0,65 Ом. Также я продиагностировал просто датчик на предмет обрыва или на предмет повреждения проводов. Давайте живьем просто посмотрим и сравним старый датчик и новый датчик. Вот просто визуально. И я вам заодно там еще пару нюансов расскажу. Наверное, это будет, как всегда, занудливо, но надеюсь, что интересно. Поехали! Короче, вот такой вот у нас старый датчик. В принципе, датчик внутри представляет собой просто индукционную катушку, которая в момент прохождения определенных точек коленвала посылает сигнал в мозги. Но в интернете я посмотрел, это один из тех датчиков, которые влияют именно на команду запуска мотора. Меняя его не просто так, у меня возникали ошибки, у меня возникали сбои в зажигании. А по возвращении с отпуска на трассе М11 у меня даже мотоцикл заглох и я спикировал на обочину. Но пошевелил вот этот вот разъем, вот такой вот разъем, я его пошевелил и, короче, мотоцикл завелся. Я доехал. Как бы, ну, напрягает, напрягает вот эта вот ерундистика. Можете радоваться, там эти фанаты карбюраторов, фанаты олдскула, там карбюраторов, вот, что у меня там спустя 20, сколько, 20, 23 года, 24, вышел из строя вот этот вот датчик, да. То есть у вас-то, наверное, там вообще ничего с карбюраторами не происходит. Но как он вышел из строя? Он мне помог доехать. Но когда я его вот сегодня снимал, я обратил внимание на то, что вот просто вот эти провода, они, вот вам не видно, наверное, они задубели. Они реально, офигеть, дубовые. Задубело вот здесь, вот здесь даже мне показалось, что гонит масло. Вот, через вот этот вот зазор немножко давит масло. Тут еще стоит такая железная, железный переходник, и под ним стоит колечко. Вот, это, это вот старый, старый датчик, старый провод. Вот, вот так вот он выглядит, датчик положения коленчатого вала мотоцикла Harley-Davidson с инжектором Magneti Morelli. И оригинальный датчик на ebay стоит в районе 7000 рублей. Я купил новый датчик без упаковки, оригинальный, он обошелся в 47 долларов. То есть порядка там 3,5 тысяч. Вот, вот так он выглядит, все точно такое же. Обратите внимание, что даже надпись Made in Italy, вот, есть на нем. Он, вот, прям, вот, реально он выглядит, как, как, как вот этот. Есть такие же датчики, кстати, Drag Special Toys, Drag Special Toys, Drag Special Toys, Короче. Вот, и, но я Drag Special Toys не стал покупать, потому что все-таки тайваньский, непонятный, а это вроде как оригинал. Да, он без упаковки, продавец даже не скрывает, что он там без упаковки, что он, он оригинальный, но он говорит, что просто это личные запасы. Но я не исключаю. И вот так вот он выглядит. Вот, обратите внимание, кстати, здесь вот белая пластмасска, здесь вот она от времени стала. Вот такая вот, желтенькая. Ну, я говорю, вот этот вот датчик рабочий. Этот датчик я тоже посмотрел, сейчас померил сопротивление. Он, естественно, тоже рабочий, но у него мягенькие провода, он прям такой, прям вот, радует меня. И замена там его буквально там производится в течение, в течение, там, не знаю, часа. Как бы ничего, ничего сложного нету. Открутить, главное там провод проложить, ну, в принципе, там везде все есть, эти клипсы. Короче, проблем, проблем с заменой датчика нету. Вот, это такая, одна из, наверное, основных этих. Ну, и потом, когда я его поставлю уже, не знаю, после установки я сразу буду, не буду заводить. Вот, потому что у нас там на улице зима уже. Ну, как зима, короче, в октябре все навалило и начало сейчас таять. Вот сейчас снег не идет, потому что сейчас паровозик поедет. О, слышно. О, ну. Таким образом, можно подумать, что я дурачок, параноик, маразматик, идиот, мажор, сектант. Не знаю даже, какие еще можно выражения подобрать на этот счет. Но замена это, я думаю, что ликвидирует вот это вот прерывание зажигания. Может быть дело, на самом деле, в разъеме, хотя разъем, в принципе, он выглядит очень неплохо. Что на старом датчике, что на новом датчике он там прикрыт, он защищен от грязи. Я не знаю, на самом деле, вот в чем причина такого, знаете, обрыва прерывания зажигания. Но благодаря той же диагностике, про которую я вам рассказывал весной этого года, это мне позволяет вычислить, вычислить виновника вот этих вот событий. Потому что никаких других больше ошибок не было. И, скажем так, эта замена уже, наверное, скорее всего, знаете, такая по возрасту. Все-таки 23 года пробег там 150-160 тысяч уже почти километров. И видно по состоянию проводов, по цвету, да, пластмассного датчика, что может быть он уже просто, ну, просто реально устал. И, ну, немножко беспокоит, потому что у меня вся остальная электроника, она того же, в принципе, возраста, и, может быть, постепенно что-то будет отваливаться. Но, я говорю, проблем с самим инжектором как бы нету. Вот все там магнети морели, магнети морели, и у нас тут есть замечательный товарищ. Он тоже вроде стоял магнети морели, он не смог его побороть, и в итоге перешел на карбюратор. И я уже говорил о том, что я свой магнети морели, я ни разу его не регулировал. Я не с ним, там никакие болты вот эти, они как залиты на заводе, так они и оставлены. Я их не крутил, и крутить их не собираюсь. Когда что-то происходит, нужно искать какую-то поломку, механическую, электронную поломку. Но отрегулировано там как бы все с завода нормально, и работает это все нормально. И когда мы туда залазим, начинаем там что-то крутить, и, короче, сбиваем заводские настройки, и вот тогда вот, в принципе, и происходит. Потому что, ну, в большинстве случаев, вот, все уходят от этого инжектора после того, как, скажем так, покрутили вот эти винты, регулировки, там, испробовали все, там, способы, как им кажется, и, короче, и все, и в итоге не смогли. Но главное, это проблема там с холостым ходом на этом инжекторе. На рабочих оборотах, в принципе, говорю, проблем никогда не было. Ну, и писали про то, что, может быть, расход чуть ли там не 15 литров. Но пока, пока у меня все хорошо в этом плане. Ну, надеюсь, вам это видео, как всегда, было полезно, интересно. Заметьте, оно короче предыдущего видео, прям в 4 раза. Я надеюсь, что вы все посмотрели предыдущее видео про покупку запчастей. Я надеюсь, что вы все досмотрели до конца, вот, потому что, ну, реально, это был самый, наверное, самый длинный ролик. Длине этих роликов, наверное, никогда больше не будет. Я надеюсь, что вам было немучительно смотреть то предыдущее видео. Ну, да ладно. Всем спасибо за внимание. Будьте здоровы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok